МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДТП произошло около часа ночи. 24-летний молодой человек хотел перейти дорогу. В этот момент по ней двигался автомобиль «Москвич». Водитель не успел среагировать и наехал на пешехода. В результате ДТП молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Примечательно, что стаж водителя «Москвича» – 10 лет. За выходные в Заречном выпала недельная норма снега. Часть осадков успела растаять, но даже та, что осталась, принесла неудобства и пешеходам, и водителям. Однако в этом году коммунальщики оказались готовы даже к экстремальным погодным условиям. Форс-мажорные обстоятельства у нас наступили примерно 4 ноября. То есть непредвиденный объем осадков в городе. Но МКУДС в полном объеме были готовы к таким событиям. Примерно с 6 утра у нас по всему городу вышла техника. Очищать Заречный от снега вышли три единицы техники. Два мини-трактора, купленные в прошлом году, и машина, которая посыпает дороги песком. Проезжие части и тротуары убрали уже к 11 утра. Сейчас они в постоянном режиме посыпаются песком. Что касается расчистки дворов, то к ней приступят в ближайшие дни. Снегопад подкинул неприятностей и автолюбителям. Из-за плохой видимости и скользких дорог на территории Заречного, Белоярского и Верх Дуброва только за прошедшие сутки произошло 9 автомобильных аварий. Пострадали 2 человека. Добавим, по прогнозам синоптиков, снегопад продлится всю предстоящую неделю. Зареченские пешеходы, однако, от снегопада не пострадали. В отделении скорой помощи сообщили, ни одной травмы от падения на скользких тротуарах не зарегистрировано. Будем надеяться, что положительная статистика сохранится. Жителям Клароцеткин-15 вот уже несколько недель приходится спать в свитерах. В их квартирах практически не греют батареи. Система отопления уже свое отслужила. А когда ее заменят на новую, в управляющей компании сказать не могут. Однако выход все-таки есть. Подробности в нашем сюжете. Положишь что-то сверху или снизу, уже тепло. Чтобы не замерзнуть ночью, Валентин Старков спит с грелкой. Вот уже несколько дней температура воздуха в квартире не превышает 17 градусов. Проблема в батареях. От них практически не исходит тепло. Приходится ходить в свитере и теплых штанах. Ну откуда она здесь тепло? Все старое. Вот они прошлый год заменили, а все равно холодно. Вместе с Валентином Старковым от холода страдает весь дом. Особенно достается жителям первых этажей. Для того, чтобы хоть как-то спастись от холода, им пришлось потратиться на ремонт. Утепленные полы. Они сделали ремонт. Пластиковые окна. Ну, холодно. Просто реально холодно. Дома ходить абсолютно невозможно. У некоторых людей дети. Дети болеют, естественно. Я вот сам хожу полностью одетый. Если ты чуть-чуть разденешься, пройдет минут 15 и опять становится тебе, ну, соответственно, холодно. Жители рассказывают, проблемы с отоплением здесь начались еще два года назад. С тех пор в управляющую компанию было написано не одно заявление. Однако дело не сдвинулось с мертвой точки. В ООДС нам пояснили, кошелек дома имеет отрицательный баланс. Так что остается два варианта. Ждать, когда дом попадет в федеральную программу по капремонтам, или налаживать систему отопления за свой счет. Если жители, собственники скажут, что да, надо работу выполнять, тогда мы им предложим просто смертную стоимость этих работ, тариф и предложим решить вопрос финансирования, выполнения этих работ. Сильные засоры труб. Вот в чем секрет холодных батарей. И не только батарей старой части города. С этой же проблемой столкнулись и несколько домов в микрорайоне. Сколько зареченцам придется ждать следующую программу по капремонтам, год, два или три, в ДЭЗе сказать не могут. Ждать помощи или самим скидываться на ремонт, жителям Клары Цеткин-15 еще предстоит решить. Так что Валентину Старкову придется спасаться грелкой еще не одну ночь. Мария Морозова, Антон Коряков, Павел Панов. Детали дня. Мотокросс, дельтапланы, авиамодельная и пожарная техника. В воскресенье в США прошла выставка технических видов спорта. Таким образом, организаторы решили отметить День народного единства. Эти кадры сняты при помощи радиоуправляемого вертолета. Помимо миниатюрных экспонатов, организаторы выставили на площадке и настоящие летательные аппараты – дельтапланы. Пока зареченцы любовались воздушной техникой, на футбольном поле шла борьба за первое место. В турнире приняли участие шесть зареченских команд. Из них в финал вышли Дю США-1 и 2К. Последняя и заняла верхнюю ступень пьедестала. Соревновались в этот день и теннисисты. Для них провели чемпионат по настольному теннису. Ракетки в руки взяли 24 человека. Подобные встречи организаторы планируют проводить регулярно – несколько раз в год. Возле одного из спортивных клубов на днях погибли 9 свиристелей. Мертвых птиц обнаружил городской репортер Даниил. В отделе экологии и природопользования предположили, что свиристели погибли от сильного удара в стекло. Обычно эти птицы летают на очень большой скорости. Садятся только на деревья. Их отражения пернатые, возможно, и увидели в витрине спортивного клуба. Новость о гибели птиц нам сообщил городской репортер. Поучаствовать в создании программы можете и вы. Снимайте необычные явления и события на камеру своего мобильного телефона. Присылайте отснятый материал на нашу электронную почту. За самые интересные темы мы дарим подарки. Адская вечеринка. Выходные зареченская молодежь отметила Хэллоуин. Самую страшную ночь года любители этого жуткого праздника провели в городском клубе. Не обошлось без пугающего грима и костюмов. Далее без наших комментариев. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Как своими руками сделать массажную свечу и какие чудеса можно сотворить из войлока. Об этом рассказали зареченские мастерицы, создательницы любительской мастерской «Артишок». Там накануне прошел день открытых дверей. Мы делаем роспись камушков морской гальки. В частности, лягушку будем расписывать зелененькую. Я впервые здесь и сразу гулять начала. Это был апельсин, но стал мандарином, а потом тыквой. Фрукты – животные, мультипликационные персонажи. Сделать из войлока можно все, что угодно. Главное в этом деле – фантазия и терпение, говорят мастерицы. Чтобы шерсть приобрела форму, нужно долго протыкать клубок иглой. Попроще – роспись камней. За это дело взялись самые маленькие рукодельники. Изюминка мастер-класса – массажные свечи. Для того, чтобы их изготовить, требуется около десятка ингредиентов. Свеча – это массажная. Она плавится, когда превращается в масло. Питательное масло. Его можно наносить на руки, ухаживать за ногтями. Естественно, это разные виды свечей. И делать массаж спины, ног, чего угодно. А теперь о погоде на завтра. Прогноз предоставлен центром ФОБОС. С приближением циклонического вихря небо начнет затягиваться плотными облачными полями. Пойдет снег. Среднесуточная температура воздуха немного повысится. 7 ноября в Заречном будет пасмурно. Температура воздуха ночью – минус 8. Утром – на 2 градуса выше. Днем столбик термометра поднимется до отметки минус 2. К вечеру станет теплее на 1 градус. Ветер переменный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. И это все детали на сегодня. Увидимся с вами завтра в это же время на канале Заречный ТВ. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!